Детское радио представляет Ладно, пишет Крыльями летучей мыши и телом змеи Эти драконоподобные существа Часто встречаются в книгах о других мирах И фантастических реальностях Нередко они призваны охранять Те или иные сокровища Но облик их ужасен Итак, кто же эти хитроумные хранители? Существует поверье, что некогда Во французской реке Сене Обитало таинственное существо Оно жило в воде, прекрасно плавало И способно было вызывать бури и наводнения А также выбрасывать фонтаны воды Из своей глотки Производя при этом пронизывающий Булькающий звук Слово «горгулья» Так и переводится со старофранцузского «Глотка» И вот эта самая горгулья Вселяла в людей страх Но однажды нашелся человек Который сразился с речным чудовищем И победил его Сражение было беспощадным И от чудища осталась лишь одна голова В знак победы над монстром Эту голову поместили на одно из городских зданий Чтобы это ужасающее создание Впредь охраняло жителей от всех врагов Ну вот, пожалуйста, фарварское свидетельство Суеверий средних веков Ну как головам чудовище Может отпугивать других чудовищ Ну тогда можно предположить В этих чудищах интеллект Дескать, поползли в этот город Ну нет, нет, остановитесь Видите, там голова одного из нас Ползем в другой А то вдруг нам здесь что-нибудь тоже отрежут Какая-то просто ахинея Итак Неизвестно почему Но с этого момента Каменные изваяния горгулей Стали все чаще появляться на городских фасадах А поскольку жители помнили Что горгулья способны изливать из своей пасти воду Архитекторы снабдили водостоки города Головами этих водоизвергающих монстров И теперь, гуляя по улицам Европы Вы нередко можете встретить Этих устрашающих созданий С разинутыми пастями С текущей из них водой Кстати Ни одной настоящей горгульи До сих пор не было изловлено А каменные монстры прижились Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!